добрый день коллеги так время у нас все подошло мы начинаем запись включена я макушев денис эксперт аналитик сегодня вам расскажу тему по переходу на машины читаемой доверенности вообще что это такое да вот зачем это надо потому что хотя уже мы почти год все живем в этой уже в новой реальности с этими машиночитаемыми доверенностями но этот это еще именно переходный год и жесткого перехода жесткий переход предусмотрен только у нас с жесткий переход нас предусмотрен немножко позже вот и программу бинара я предлагаю такую которая будет значит что такое машиночитаемой доверенности зачем она нужна как работает мчд и как это документально оформлять как работают спецоператоры с машиночитаемыми доверенностями и как настроить вашу учетную систему для работы с мчд ну и потом соответственно мы в конце поговорим поработаем по вопросам которые относятся вот к теме мчд мчд это на всякий случай еще раз повторю это машиночитаемая доверенность то есть как раз по машиночитаемой доверенности вот эта аббревиатура мчд то есть я буду в процессе в процессе вебинара буду стараться применять полную форму машиночитаемой доверенности иногда будет проскакивать мчд поэтому вот имейте ввиду что мчд это машина читаемой доверенности значит что самое главное что мы должны понимать что с 1 сентября этого года 24 машиночитаемой доверенности становятся обязательными они становятся обязательными в каком случае когда у нас есть случай подписание документа электронного юридически значимого документа к любым сотрудникам организации, кроме генерального директора или кроме единоличного исполнительного органа. Какие у нас руководящие документы определяют работу с электронными документами и с машиночитаемыми доверенностями в частности? Самый главный наш закон, по которому мы живем с электронными документами и с машиночитаемыми доверенностями и вообще с электронными подписями. Это закон номер 63 ФЗ об электронной подписи. То есть все законодательные акты, которые вышли после него, они вносят изменения именно в этот федеральный закон. Поэтому мы не будем называть номера документов, руководящих там, кстати, тоже федеральных законов, которые вносили в него изменения. Мы будем говорить, что 63 ФЗ, учитывая, что мы говорим о самой последней редакции вот этого 63 ФЗ на сегодня. Вот он главный закон. Потом дальше есть расширение к этому закону. Даже не расширение, а они как бы поясняющие документы. Это просто приказы. То есть приказы, как мы знаем, они имеют такое... Они имеют, конечно, значение там, да, но федеральный закон главнее. Но тем не менее, есть приказ ФНС от 21 года 445. Вот я буду называть конечную цифру. Там у них там вот это ЕД-726-445. А РОН, мы не будем называть это, мы будем называть уже последний, да, 445 приказ. Вот он как раз ввел в начале, когда он издался, он ввел понятие машиночитаемой доверенности. Вот они ввели первый формат вот этой своей машиночитаемой доверенности в 21 году. И он вводился в первую очередь для обмена электронной отчетностью с налоговой службой. Дальше, когда тема начала развиваться, родился приказ 648. Вот он у нас, да, третья точка. Вот он этот приказ от 21 года, который 445 отменил и ввел новый формат и немножко изменил порядок работы с машиночитаемыми доверенностями, которые, опять же, еще раз повторю, они основная их задача работы с электронной площадкой Федеральной налоговой службы. Потом в 21 же году вышел приказ 857 у Минцифры. Вот. И они в этом приказе утвердили формы доверенностей. Вот. И что они сделали? Они в этом приказе объявили минимальный набор данных, которые должны содержать вот эти электронные доверенности в электронном виде машиночитаемой доверенности для того, чтобы можно было совершать юридически значимые действия, опираясь вот на эти и считать, что действие совершено, опираясь вот на эти вот машиночитаемые доверенности. В целом, оба вот приказ, который Минцифры, он, в принципе, в таком неизменном виде до наших дней пока еще есть. Вот. Они друг другу не противоречат ни приказ ФНС, ни приказ Минцифры. Вот. Более того, они вот приказ ФНС, который вот этот 648, он дополняет вот этот формат, который и он его более формализует прямо на язык уже программистов. То есть он выглядит 648 приказ, он выглядит прямо как полноценное техническое задание для разработчика, вот, в котором описывается формат файла XML с набором всех тегов и описанием форматов данных для этих тегов и обязательность-необязательность полей и как это все должно работать. То есть это все описывает именно формат ФНС. Теперь, что у нас явилось посылками для, предпосылками для возникновения вообще машиночитаемых доверенностей. Ну, сейчас, так как у нас была ситуация в 19-м году, 19-20-й год вот с этим ковидом, да, когда все резко перешли на удаленную работу, да, бесконтактные вот эти системы расчетов друг с другом и бесконтактное документальное оформление, применение электронных документов, оно стало особенно актуально, вот. Потом, что еще у нас стало возникать? Возникло и было, и продолжает возникать большое количество электронных площадок, на которых требуется применение электронных юридически значимых документов, да, которые подписываются машиночитаемой доверенностью. И это тоже явилось определенным драйвером для развития, да, вот этих технологий по передаче электронных документов и в том числе предпосылкой для машиночитаемых доверенностей. Ну, и самый важный, который, он на последнем месте, но не самый, но первый по важности, по сути, это так как растет количество юридически значимых документов, соответственно, растет количество мошенничеств, связанных с применением электронных подписей, да. Сколько угодно происходит ситуации, когда идет утечка вот этих вот сертификатов электронных подписей, которые очень часто вот эти флешки с этими ЭЦПшками, они прямо в компьютеры пользователей вставлены, и они их даже оттуда не вынимают. И в случае каких-то фишинговых атак, которые предпринимаются регулярно вот на бизнес со стороны пиратов, да, вот этих мошенников, это все, эти данные постоянно утекают, да, постоянно утекает в сеть, и постоянно вот эти подписи дискредитируются. И их дискредитация, она становится очевидна не в тот момент, когда ее только украли, а в тот момент, когда уже там наворотили дел, там наподписывали кучу документов и куча хозяйственных операций произошла. Вот тогда это все дело всплывает. Вот поэтому для того, чтобы это исключить, вот сделали вот в том числе вот МЧД призвано исключить вот эту ситуацию. Вот дальше мы еще посмотрим, почему возник рост количества юридически значимых электронных документов. Ну, во-первых, у нас вот как раз вот в тот период с 2019 года у нас активно началась работа по маркировке товаров, то есть это перешли на маркировку большого количества групп товаров, там это и шины, это и парфюмерия, это, ну, лекарства уже давно маркируются, это и одежда, и обувь, и изделия, изделия, ну, короче, то, что мы, изделия повседневного спроса, де-факто, они стали маркироваться. Вот, и поэтому, соответственно, там можно, конечно, эту маркировку использовать без применения электронного документа оборота, но технология построена так, что человек вынужден будет, человек, даже тот, который против и противник вот этих всяких средств информатизации, он вынужден использовать в работе электронные юридически значимые документы оборота, потому что вот эти все площадки, которые, например, площадки честного знака, которые вот все знают с РПТ, вот, они используют, там к ним уже не придешь просто так, да, с бумажным документом, там только либо через их спецоператора, которым они сами стали, либо через сторонних спецоператоров работаешь с этой маркировкой. То же самое с прослеживанием товаров, но прослеживанием там еще сложнее ситуация, прослеживанием, это вообще налоговая инспекция на себя взяла, да, и она работает у нас активно с прошлого года, эта прослеживанием. И вот эта вся история с прослеживаемостью, она вообще невозможна без электронного документа оборота. Там она прямо просто сидит на вот этих товарах. Прослеживаемые товары, это я напомню, что это прослеживаемые товары. Это всякие холодильники, коляски детские, там, да, вот эта шинная продукция, ну, автомобильные шины имеются в виду, потом холодильники-морозильники, кондиционеры, вот средства, средства, вот эти мониторы, вот, компьютерные, которые используются. То есть вот те товары тоже, которые пользуются достаточно высоким спросом, вот они тоже прослеживаются сейчас. Вот, ну и кроме того, электронные площадки, электронная отчетность, электронные площадки, это всевозможные там РЖД, банки, биржи, электронные торги, вот это все, вот это там тоже везде используются в том или ином виде, использовались и используются электронные доверенности, потому что там везде, где электронная подпись, там либо требуется электронная подпись генерального директора, либо требуется электронная доверенность, оформленная при помощи электронной подписи генерального директора на сотрудника, который участвует в деятельности этой площадки. Вот. Дальше самым драйвером тоже существенным – это доступность технологий. То есть у нас постоянно, с каждым годом, с каждым месяцем у нас доступность вот этих информационных технологий, она растет. Вот. Там и доступ в интернет ускоряется, и увеличивается количество пользователей интернета. Поэтому так или иначе доступность технологий увеличивается, и она людей двигает в сторону прогресса технического. То есть прогрессом техническим является как раз один из прогрессов – это то, что юридически значимые электронные документы уходят, вернее, выдвигаются на первый план. То есть мы сейчас от бумаги постепенно уходим, все в электронную отрасль, все в электронную сторону. Вот. Ну, кроме всего прочего, у бизнеса есть запрос на высокую скорость документа оборота, да, и электронный документ оборот – это более-менее обеспечивает высокую скорость. Вот. И самое, что называется, которое неочевидный, но он есть, у государства есть большой запрос на, у государственных органов большой запрос на усиление контроля за бизнес-информацией. Вот. И, собственно говоря, через вот то, что мы все переходим на вот это информационное пространство, в электронное информационное пространство, это облегчает контролирующим структурам, контролировать потоки информации, делать их анализ, учитывая, что сейчас еще развивается активными шагами, большими семимильными шагами развивается искусственный интеллект, то есть там уже объемы данных, которые там проходят через вот эту всю нашу систему электронного документа оборота, они уже обрабатываются даже без участия человека. Там есть специальные алгоритмы машинного зрения, машинного чтения, машинного обучения, вот этого всего, да, то есть когда просто вместо человека, но под контролем человека, который инициировал вот эту работу этого искусственного интеллекта, нужная информация в нужных разрезах собирается, поэтому вот эта история, она тоже, собственно говоря, играет роль, и мы об этом чуть-чуть позже отдельно поговорим. Так, ну вот то, что я сказал, то, что я сказал про эти электронные площадки, это как раз таки, ну вот мы их видим, да, мы про них уже раньше проговорили. Вот теперь следующее. Площадок-то много электронных, да, но и каждая площадка, там по сути есть своя IT-служба, и эта IT-служба, она управляет процессом, который есть на этой площадке. И самым главным процессом, который она управляет, IT-службой на каждой площадке, это удостоверение вот пользователей, да, то есть они удостоверяют полномочия пользователей. Как они это делают? Они вот как раз через эти машиночитаемые доверенности, которые оформляются для каждой площадки. И так как у них есть свой набор, свой набор вот этих вот требований к электронным доверенностям, у них также на некоторых площадках есть даже и своя система электронных сертификатов с электронными подписями. То есть не то, что вы там получаете где-то в едином удостоверяющем центре электронную подпись и пользуетесь, а есть еще площадки, которые допускают применение, применение, так сказать, своих внутренних стандартов, удостоверяющих личность подписанта. Поэтому здесь есть тоже работа по несовместимости форматов. Вот. И эти проблемы, к сожалению, даже несмотря на то, что вот эти электронные машиночитаемые доверенности уже де-факто объявлены, объявлены в 63-м ФЗ, да, закон об электронной подписи, там уже они прям введены в обязательный оборот. Но, тем не менее, площадки, вот эти все, все равно еще сохраняют свои вот эти внутренние стандарты. И вот эти внутренние проблемы, которые есть там, проблемы вот этой синхронизации, проблемы совместимости форматов, они все равно присутствуют. Вот. И переговоры у владельцев электронных площадок есть, друг с другом, они их ведут. Вот. Причем инициатором является налоговая служба. Там начальник ФНС, это Егоров, он такой продвинутый человек в этом деле, в IT-технологиях. Вот. Он раньше был заместителем Мишустина, когда Мишустин был начальником ФНС российской, да. Вот. И он как раз вот был заместителем по технологическому развитию, да, по развитию вот этой всей инфраструктуры. И сейчас он возглавил вот эти, саму ФНС. И вот под его руководством эта вся история продолжается, да. Поэтому инициатором является налоговая. Они в конце концов всех упрессуют вот в единый стандарт. И поэтому мы вначале и говорили, что есть вот эти, есть приказ Минцифры об электронной машиночитаемой доверенности. И есть стандарт ФНСовский. И вот ФНС сейчас очень сильно, очень сильно давит всех владельцев, собственников площадок, чтобы они переходили на этот стандарт. Ну, все равно процесс, он такой достаточно долгий. Вот. Учитывая, что интересантов много, у каждого свои интересы, у каждого свои проблемы. Вот. И поэтому процесс идет вот, ну, с той скоростью, с которой он идет. Но тем не менее, мы в машиночитаемой доверенности, они уже с 1 сентября становятся обязательной историей. Теперь посмотрим, не только же, не только же в России есть стандарт, да, вот эти электронные документы оборотов. Просто интересно посмотреть, а что там вообще на международной-то арене по этому поводу творится, да, потому что интересно не то, что мы там внутри у себя там что-то сочиняем, а смотреть, как мы вообще в тренде, в тренде ли мы идем, да, мирового прогресса. И тут, собственно говоря, в мире наблюдается ровно та же ситуация, что в России, да. Самое главное, что единого стандарта пока что нету про электронные документы, да, там по еврозоне, по Евросоюзу, там очень сильно активно работают они в этом направлении, они реально активно работают, и там прогресс есть, но он еще недостаточный, чтобы они начали обмениваться электронными документами в рамках Евросоюза. Вот, причем в рамках государств отдельных членов это все уже более-менее работает, да, вот у меня, например, есть информация по Германии, вот, в Германии там плюс-минус уже обмен электронными документами есть, и тут очень сильно вот эта электронизация в Германии идет, она там у них даже вплоть до медицинских рецептов уже там в больницу человек идет, ему выписывают рецепты, он уже с этим рецептом в аптеку приходит, даже не с рецептом, а с номером, ему по номеру рецепта там аптекарь выдают лекарства. Ну, это как бы будущее, и до нас, наверное, дойдет, до России, но вот как бы, ну, кстати, в России тоже история двигается с этими электронными рецептами. Вот, теперь дальше, по поводу электронных подписей, то же самое, у всех, во всех странах вот эта система криптографической защиты, она тоже в каждой стране де-факто сейчас уникальная, вот. Есть некие общие стандарты, по которым они работают, да, действуют, но, тем не менее, вот эти, каждая страна является как бы неким, в каждой стране есть свой технологический центр, и этот технологический центр, он считает, что именно его формат является уникальным и суперским, вот, и вот они сейчас друг с другом вот эти договариваются. Вот, причем это не только идет, вот эти проблемы, вот этой нестыковки, они идут и внутри, и на международном уровне, и внутри вот этих вот экономических союзов, например, вот в нашем ЕАЭС мы тоже не можем никак договориться с нашими участниками, да, вот этого союза, вот, в Евросоюзе там еще хуже ситуация, там у них больше гораздо участников, чем у нас в ЕАЭСе, в Соединенных Штатах Америки, то есть они там тоже, там же все вот эти штаты в США, это де-факто они как бы вместе США, но они, каждый из них штат, это все равно как бы по сути отдельное государство в рамках вот этого Соединенных Штатов, там, да, вот, и у них тоже у каждого свои стандарты, у каждого свои интересы, то есть они, там тоже есть проблемы, там, да, и тому подобные вот эти союзы, которые есть, да, вот эти экономические союзы, они, везде есть, везде есть какие-то нюансы по стандартизации, поэтому вот тут пока что еще в мире работает, ну, нету такого единого понимания, как это должно быть, то есть единого стандарта пока что нет, но к этому идут, к этому идут активно и быстро, Вот. Насколько быстро? Ну, жизнь покажет. Ну, мне кажется, что в течение ближайших 10 лет во всем мире точно совершенно придут к какому-то единому стандарту. И будет у нас международный обмен документами, будет идти очень быстро, как, собственно говоря, у нас в России, грубо говоря. Кстати, к чести нашей страны хочу сказать. Россия, вот я, по крайней мере, смотрю статистику, смотрю отзывы, читаю статьи. Вот. В России, на самом деле, очень продвинутый уровень вот этой информатизации и уровень электронизации. Вот. И, ну, объяснений тут много разных там, да. Но одно из ключевых, которое я, по крайней мере, для себя делаю, вот экспертно, да, что, ну, Россия все-таки начала свой путь в рыночной экономике и вот этой информатизации практически с нуля, потому что мы в 91-м году, как Советский Союз развалился, у нас инфраструктуры де-факто не было. И она, и она вот строилась вот с 91-го года, вот как компьютеризация началась массовая, там, да, и работы вот с этими, по новым технологиям. И вот все компании вот на территории России, они, ну, на территории России, на территории СНГ вообще, да, вот, вот они достаточно сильные с точки зрения информационной информатизации. То есть, у нас очень сильная вот эта, вот, очень сильная, ну, IT-поддержка бизнеса, то есть, она сильнее, чем в России, поддержки нету. Даже я вот, например, я лично, когда сталкиваюсь вот в путешествии где-нибудь там, да, вот, я очень часто сталкиваюсь, что, к примеру, даже иногда бесконтактной вот этой вот карточкой, вот, когда просто прикладываешь там, да, условно расплатиться не всегда возможно там, да, вот, это тоже там у кого-то не работает, там надо карточку, вот, грубо говоря, вставлять там, да, вот, или там не у всех, Apple Pay работает, да, который там, ну, там, до войны, по крайней мере, это все дело работало легко и просто, а сейчас это как бы уже, вернее, но когда оно легко и просто работало, и у нас, в том числе, в некоторых странах, даже во многих странах Европы, это просто приходишь и расплатиться не можешь, потому что у людей этой технологии нету. То есть у нас более, мы впереди идем все равно всего мира в основном, в основных трендах. Так, теперь перейдем к документальному оформлению, как начать, а вообще работать, работать с машиночитаемой доверенностью, да, организация, как ей начинать. Вот, то есть, как я уже и раньше говорил, что правила начали действовать с 01 сентября 24 года, с 23, здесь опечатка, не 24, 23, но окончательный переход должен произойти в 24 году, то есть в этом году, с 01 сентября, уже все, уже сертификаты электронной подписи, которые были выданы на сотрудников от лица, ну, как бы юридическим лицом были оформлены на сотрудников, да, вот, они уже не работают, вот эти сертификаты ЭЦП, то есть они уже все закончат свое действие и уже их применять будет нельзя. Вот, и уже надо будет применять машиночитаемой доверенности. Вот, что для этого нужно? Первое, что сам сотрудник, который вот доверенное лицо в организации, он должен получить на себя сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи, да, УКЭП, так называемый. Причем он это получать должен в уполномоченном удостоверяющем центре, либо самостоятельно, либо если у вас организация имеет, имеет свой корпоративный центр регистрации, это некоторые спецоператоры такой сервис предоставляют, то, соответственно, ну, организация становится филиалом вот этого удостоверяющего центра. Вот, то, как бы, все равно выдается сертификат электронной квалифицированной усиленной подписи на сотрудника именно в удостоверяющем центре, под его личный паспорт, вот, именно на него. Какая особенность? Почему? Чего это дает? Во-первых, это дает то, что у сотрудника вот эта электронная подпись, ЭЦПшка, она становится его личной. То есть он с этой ЭЦПшкой, он может подписывать документы электронные не только для организации, в которой он работает, а он может ее использовать и, например, для совершения сделок со своей собственной недвижимостью, там, купли-продажи машины. Вот, то есть вот сейчас у нас очень много сервисов государственных, которые позволяют оформлять операции с имуществом в электронном виде с применением ЭЦП. То есть вот эту ЭЦПшку он может использовать уже и там. Вот, теперь дальше, что у нас? Второй шаг. У нас генеральный директор, ну, или там, как бы он ни назывался, директор, да, но в целом мы его назовем единоличный исполнительный орган, он должен получить на себя в ИФНС усиленную квалифицированную подпись. То есть вот он ее получает в удостоверяющем центре ИФНС. То есть не в каком-то удостоверяющем центре, не как физлицо, как обычный сотрудник может пойти, а именно в ИФНС. Вот, и вот эта подпись, она, она, этот сертификат его регистрируется там. То есть уже все четко и уже там оно, как бы, директора все посчитаны налоговой. Хорошо. Следующим этапом у нас идет, что организация работодатель, вот в которой сотрудник работает, имеет рабочий контракт. Она выдает сотруднику доверенность на совершение определенных действий. То есть вот, как это обычно, как это и раньше, в доэлектронную эпоху, назовем это так, выписывается просто приказ по организации или доверенность, пишется прям как доверенность нормальной формы, предусмотренной гражданским кодексом. Вот. Там указывается полномочия, ну, срок действия, да, какие полномочия имеет право, какие полномочия имеет сотрудник, что он может передоверять, не может передоверять и так далее. И вот выдает вот эту, вот эту доверенность сотруднику внутри организации. Это первое, что делается. Второе, идет регистрация вот этой вот доверенности, выданной самой организации. Она регистрируется в реестре машиночитаемых доверенностей. Вот. Причем сейчас вот эти разные спецоператоры предоставляют вот этот сервис, да, они подключаются, мы регистрируем эту доверенность в распределенном реестре ФНС, так называемый, да, то есть вот, ну, ФНС называет его, там, Егоров называет, начальник ФНС, называет это блокчейн ФНС, ну, если они так хотят, пускай это будет блокчейном ФНС. Ну, по сути, да, распределенный реестр, это и есть блокчейн, вот, и вот регистрируется, вот эта машина, читаем, регистрируется в этом реестре, и туда, в этот реестр забивается вот при регистрации доверенности, забиваются ровно все вот эти показатели, которые вы в бумажную доверенность включили. Срок действия, ФИО, его там СНИЛС, ИНН, сотрудника, который наделяется полномочиями, область полномочий его как раз там прописывается, да, что он имеет право делать, вот, дальше регистрируется, что он может, не может передоверять, вот, то есть, и когда он, когда вот эти процедуры, когда данные все заполнены, они отправляются, а они подписываются, во-первых, подписью генерального директора или вот единоличного исполнительного органа, то есть, он подписывает вот эту доверенность вот в этом реестре, когда при регистрации, подписание машиночитаемой доверенности вот этой делается электронной цифровой подписью генерального директора, которую он получил как раз-таки в ИФНС, то есть, ИФНС сразу имеет возможность проверить, действует, не действует сертификат генерального директора, который подписывает вот эту доверенность, то есть, там возникает как раз-таки связка, да, вот что, вот он генеральный директор, который зарегистрирован, вот она доверенность, которую он выдал, и вот он сотрудник, который от его имени будет действовать. То есть, вот она возникла электронная связка внутри. Вот. Дальше, когда регистрация завершена, то вот в этой МЧД выдается так называемый МЧД ID. Это идентификатор. По сути, что это такое? Это такая терабарщина из букв и цифр. Это на таком айтишном языке называется GUID. То есть, это уникальный номер записи. Вот. То есть, особенность вот этой записи, вот этого GUID заключается в том, что он никогда в рамках планеты Земля, ну, теоретически, по крайней мере, в рамках планеты Земля он никогда не повторится нигде. То есть, он всегда будет уникальный. То есть, он вообще не повторится никогда. То есть, там нет таких объемов информации, которые есть на планете Земля, которые могут перекрыть емкость вот этого GUID. Вот этого МЧД ID. Поэтому он уникальный. Он уникальный останется навсегда. И дальше вот этот вот МЧД ID, он, по сути, и является вот этим регистрационным номером, который вы, вот, например, в организации, когда вы даете доверенность своему сотруднику, вот там вот есть там журнал регистрации доверенностей у юристов, да, в более-менее крупных компаниях. Ну, в любой компании должен быть такой журнал, на самом деле. Вот. Вы можете в журнале присваивать номера не какие-то, там, номер один, номер два, номер три, хотя и там вы тоже это присваиваете. Но вы можете вот именно как номер использовать вот этот вот МЧД ID. Потому что, по сути, это и есть вот номер этой доверенности. Это как бы регистрационный номер в едином государственном реестре. То есть, но только он присвоен в электронном виде. Вот вы его можете туда к себе в этот журнал фиксировать. Вот как это делать, я потом дальше чуть-чуть покажу. Вот. Дальше у нас есть... Дальше, что надо еще при подготовке к вот этому работе с машиночитаемыми доверенностями. Сама организация-работодатель должна внести необходимые правки во внутренние регламенты, да, и договоры с контрагентами. То есть, там надо прописать, что будут использоваться машиночитаемые доверенности, да, что для каких документов они будут использоваться, реестр лиц, которые будут там использоваться, ну и так далее. Там юристы, там, все это дело знают, они все это сделают. Вот. Дальше у нас должно внутри организации, вот, при необходимости надо доработать свои учетные системы, чтобы с МЧД работать. Какая может возникнуть... Ну, о какой необходимости я говорю? Законодательно нас никто не обязывает вот эту автоматизацию делать вообще, да, то есть мы можем как бы работать просто в компьютере, вот непосредственно включили компьютер и работаем. Но, ну, нам же должно быть удобно, нам же должно быть безопасно, и поэтому вот, ну, уровень безопасности и удобства каждая организация определяет для себя самостоятельно, вот. Но для того, чтобы вот этот вот уровень безопасности и удобства обеспечить, ну, нужно все-таки как-то учетную систему свою доработать, да, потому что вот учетная система, это что такое? Это просто некий беспристрастный компьютерный алгоритм, да, который будет просто за вас там, ну, за руководитель, вместо руководителя организации будет отслеживать, что бизнес-процесс соблюдается, что работает вот так, как надо. И вот когда вот это все, вот комплекс вот этих действий сделан, которые я сказал, мы можем считать, что формально и практическая организация готова к работе с машиночитаемыми доверенностями. Теперь, как работает сама машиночитаемая доверенность? Когда идет подписание документов лично, например, ИПшником, или лично директором или генеральным директором, единоличным исполнительным органом, то они могут подписывать своим вот этим сертификатом электронной подписи, которую они получали в ФНС, если они так решили сами подписать документ, они его могут подписывать без машиночитаемой доверенности, потому что в соответствии с Гражданским кодексом единоличный исполнительный орган действует от имени организации, от лица организации на основании устава. И, собственно говоря, основанием его полномочий и областью его полномочий являются вообще любые действия, которые может совершить организация в соответствии с уставом. И он в соответствии с уставом представляет организацию, поэтому ему МЧД не нужна. То есть он может подписывать электронные документы своей ЭЦПшкой, вот как обычно, вот как раньше делал, вот до всех этих МЧД. Он вот вставил, подписал и довольный пошел дальше. На самом деле эта практика была распространена, и она до сих пор остается распространенной достаточно, когда генеральный директор, это свой сертификат электронной подписи отдает главбуху, там, ну или какому-то особо там своему приближенному человеку, который там находится на месте зачастую. Вот, и этот человек, его вот этим сертификатиком подписывает, подписывает вот эти электронные документы юридически значимые. Но здесь, вот как показывает практика, вот, очень часто ситуация возникает, еще чаще и чаще, вот я, по крайней мере, читаю вот эти, ну, я в соответствующих группах со стаютом, да, кто вот этим занимается, интересуется. Просто я замечаю, что вот это количество историй, когда от имени генерального директора совершили какую-то операцию, которую, ну, он и не хотел совершать, и никому не разрешал ее совершать, вот. И более того, он даже о ней не знает, а операция совершена какая-то там, да, что-то продано, что-то оформлено, что-то сделано не так, вот. В итоге генеральный директор к нему приходит, говорят, ну, ты вот сделал, так сказать, преднамеренное банкротство компании, вот, иди-ка, товарищ, отвечай по закону, по всей строгости закона за преднамеренное банкротство. Он говорит, да я не знал ничего. Он говорит, ну, как не знал, вот же документ, подписанный твоей подписью, вот. Вот, и, то есть, я напомню, что вот в 63-м ФЗ, закон об электронной цифровой подписи, там есть такая статья, я вам сейчас ее процитирую, она очень близко к тексту, и она звучит примерно так, что документ, электронный документ, подписанный электронной подписью, имеет ту же самую юридическую силу, что документ, подписанный собственноручно, лично, да. То есть, что это значит для генерального директора, который доверил свою подпись, там, а доверенное лицо, которому он доверил, ну, и так неофициально доверил, там, да, просто как, что на уважухе. Вот, это доверенное лицо, по сути, подписал сертификат от его имени, его электронной подписью, вот. Но там же нигде фотографии нет, что это он вставлял, что это не генеральный директор вставлял сертификат и подписывал, да. Поэтому считается, что это подписал генеральный, поэтому он несет ответственность по всей строгости закона. Вот, эту штуку тоже знаете, если кто этим делом занимается. Так, дальше. Когда есть доверенное лицо, сотрудник организации, да, который уполномочен, вот, совершать подписи на каких-то, там, хозяйственных документах, например, на документах, там, ТОРК-12, да, там, счетах фактурах или универсальных передаточных документах, вот, то этот сотрудник, когда подписывает электронный документ, он подписывает своим сертификатиком ЭЦП, там, который, вот, его личный, вот. И при подписании у него, либо там, ну, вот, у разных спецоператоров по-разному, ну, у кого-то из спецоператоров уже в настройках лицевой, ну, учетки, например, по каждому сотруднику, который работает, да, вот, в системе, есть возможность привязать машиночитаемую доверенность, да, которая есть, ну, там, через МЧД-ID, вот. Либо у некоторых спецоператоров есть, что человек имеет возможность со своего компьютера выбрать или, там, просто указать, вставить МЧД-ID своей вот этой машиночитаемой доверенности. И дальше, там, система подхватывает это все дело и обрабатывает. Вот, дальше, когда вот это все дело подписано, электронный документ уходит на контрагента. И как раз-таки вот в пакете документов, в пакете, вот, вернее, ну, вы же знаете все там, да, что электронный документ, когда он в электронном виде идет, это не один какой-то документик там, да, не один какой-то файлик, а это пакет документов, да, то есть, и с точки зрения законодательства, с точки зрения закона, вот, электронным юридически значимым документом считается не один вот этот XML, да, вот. А является прямо весь пакет. И мы в соответствии с законом весь этот пакет должны обрабатывать. И мы его должны весь, я вам скажу, больше в течение всего срока действия, всего срока хранения электронного документа, а он равен сроку хранения бумажного документа, мы обязаны сохранять весь пакет со всеми вот этими вложенными файлами. То есть там они достигают 20 штук иногда. Если там большая работа идет по документу, там может быть 20 разных файликов, пакет из 20 файликов состоящий. Поэтому надо все их прямо, и многие спецоператоры, когда они обеспечивают хранение документов, они прямо по вашему запросу или у вас они хранятся в виде архивов. 7-zip или там, ну, zip-архив или RG, то есть там кто какой формат использует, но вот эти, вот они хранятся прямо в виде вот этих вот архивных файликов. И вот внутри этого архива весь вот этот пакет сохраняется. Дальше вот в этом виде спецоператор передает пакет с электронными документами в том виде, как есть. Вот смотрите, я прямо, я прямо вот это, вот на это прямо обращаю ваше внимание. То есть спецоператор передает документы, как есть. То есть он, по сути, выполняет функцию почты. То есть что ему дали, то он и передал. То есть какие-то дополнительные контроли он, ну, кроме тех, которые обусловлены форматами, да, вот, например, если мы говорим про документы, какие-нибудь там УПД, то УПД, счета фактуры электронные, да, накладные торг-12, то по ним действуют определенные форматы, которые определены ФНС, да, то есть про эти форматы, ну, можно отдельно сказать, там, вот, например, сейчас, сейчас уже у нас работает новый формат 970, ну, как бы переход на него происходит, да, вот, а вот еще действует, продолжает действовать 820 формат, да, и там как раз-таки вот есть описание тегов, да, и какие теги являются обязательными. То есть спецоператор проверяет просто, что вот обязательные теги заполнены, не заполнены. То есть если у вас вот это заполнено, то он качество данных не проверяет. Главное, чтобы они были не пустые, эти теги, и он их отправляет. А качество данных мы потом с вами попозже поговорим, как проверять. Теперь дальше. Контрагент, который получатель, он, он получает эти документы, да, он самостоятельно организует получение этих документов, то ли, то ли через спецоператора, то ли через какое-то интеграционное решение со спецоператором, когда он загружает в свою учетную систему вот эти полученные XML, вот, проверяет вот эти документы самостоятельно, то есть это, это он, это сам, сам участник электронного документа оборота должен обеспечить проверку документов, да, того, что он получил. Подписывает электронный документ электронной подписью, или, соответственно, если, ну, если подписывает генеральный лично, или, например, сотрудник, у которого, который уполномоченный, он подписывает, соответственно, ЭЦП с действующей машиночитаемой доверенностью. Вот, и после того, как вот это все, документоборот завершен, да, все подписано, ну, мы рассматриваем ситуацию, когда такая хорошая ситуация, когда удачная ситуация, что документы выписаны, подписаны и со второй стороны подписаны, когда нету систем там с возвратом, с корректировками и все. Ну, там, там примерно так же работает все. Вот, и дальше, вот, как я и сказал раньше, что все участники ЭДО, они должны хранить вот эти электронные документы в течение всего срока, которые установлены, да, вот этим, вот это весь, они прямо должны хранить весь пакет этих файлов, которые, которые есть с, вот этим, для этого электронного документа, подписанного ЭЦП. То есть, вот это все хранится, это имейте в виду. Вот, теперь, теперь, как работает, как работает вообще, вот эта сама МЧД, да, да, вот мы ее регистрируем, как вообще, как вообще эта система вся действует. У нас есть такая штука, вот, по нашему, по нашему 63-му ФЗ, вот, сами машиночитаемые доверенности, вот, они выдаются, вернее, они регистрируются в распределенном реестре этих доверенностей, и этим, как-то, держателем, вот, держателем вот этого распределенного реестра считается ФНС, да, и, собственно говоря, они, когда, в момент регистрации вот этой машиночитаемой доверенности, вот, в этом, вот, в этом распределенном реестре идет контроль, да, когда, когда МЧД, когда вот эта машиночитаемая доверенность регистрируется, то там регистрируется всегда, кто выдал доверенность, кому выдана доверенность, срок ее действия, полномочия, текущий статус, Потом там регистрируется, кто подписал доверенность, кто есть, вот причем кто подписал не то, что вот не только там ФИО фиксируется, а там фиксируется СНИЛС его, фиксируется ИНН, фиксируются паспортные данные, то есть фиксируется достаточное количество информации, позволяющей идентифицировать и подписанта, и доверенное лицо. То есть по всем по этим людям информация накапливается в системе, забирается, и она проверяется, то есть там проверяются, там паспортные данные проверяются на то, что паспорт не просроченный, что паспорт действующий в данный момент, да, вот, то есть вот эти сроки действия проверяются, чтобы там не было вчерашним днем выписана доверенность, там, да, вот она выписывается вот с момента регистрации, в момент, как-то считай, моментом совершения доверенности считается ее регистрация в системе, вот, и срок действия, соответственно, да. Теперь дальше. Что важно? У самого спецоператора, у самого специального оператора по закону нет обязанности контролировать машиночитаемую доверенность. Они максимум в качестве какого-то сервиса, который для вас они предоставляют, для клиентов, для своих спецоператоров, могут проверить МЧД, машиночитаемую доверенность, на то, что она, например, имеет статус, текущий статус ее, что действует, не действует она. Они могут его проверить в ФНС и вам подсветить, что получен документ, подписанный с применением машиночитаемой доверенности, и по нему, например, есть проблема. Они подсветят, красненьким он покажет. Но при этом они этот документ вам передадут, и внутри системы спецоператора зафиксируется, что документ вам передан. А дальше уже, если вы, например, сочтете нужным и сочтете возможным подписать документ, по которому машиночитаемая доверенность имела статус какой-то такой обозначенный, что он неправильный, то эта ответственность на вас лежит. То есть, если вы примете решение подписать такой документ, пожалуйста, подписывайте. Но только потом, в случае возникновения проблем, вы отвечаете за это сами. Сами перед собой отвечаете. И перед, по всем обстоятельствам, которые возникают в связи с этим действием, отвечаете вы лично. Ваша компания отвечает, ваш генеральный директор, который отвечает за деятельность компании. Вот. И вот тут как раз встает вопрос. А почему? Вот нам надо же как-то защищаться, надо же как-то это дело контролировать. Особенно, когда документ оборот большой и большое количество документов. Вот тут мы, а к этому мы дойдем попозже. Вот. Теперь мы, ну вот то, что я сказал, да, что мы, когда получаем документ, подписанный машиночитаемой доверенностью, по сути, обязанность по контролю лежит на нас. И мы должны контролировать, ну, во-первых, мы должны контролировать валидность МЧД, ну, или как валидно, насколько он действует, да, действует, не действует. Да, вот это МЧД ID. То есть там у доверенности машиночитаемой, у нее может быть несколько статусов. Ну, самое главное, что действует или не действует там, да. Но не действовать может быть по-разному. Там не действует, потому что закончился срок действия, или не действует, потому что доверенность отозвана. То есть тут уже могут быть разные основания, но самое главное, что мы должны понимать, что для нас важный показатель, что МЧД-ID действующий, что доверенность может быть использоваться. Но это не все, она может использоваться, но что там может быть? Надо проверить, что тот, кто вам подписал, вот это ФИО подписанта, который указан вот в этой машине читаемой доверенности, соответствует тому лицу, которое подписывает вам документ. Потому что, например, может быть, подписал, грубо говоря, Иванов, а доверенность МЧД, машина читаемая доверенность Пупкина, подкрепил там, да? И у вас, получается, сертификат электронной подписи будет от Иванова, а машина читаемая доверенность от Пупкина. То есть она действующая будет, она будет валидная. То есть спецоператор ничего не заподозрит, но лица-то будут разные. И вы, по сути, вот эти вещи надо тоже проверять, что к вам пришла электронная доверенность от того лица, которое, собственно говоря, у вас проходит по информации, что он должен подписать, и что вот его МЧДшка лежит, да? Вот. Дальше, что надо проверять, что проверять еще следующее, что та организация, от лица которой машина читаемая доверенность, у подписанта, что это та организация, которая проходит в документах, которые вы подписываете. Потому что тоже, может быть, там ООО «Лютик» выдала доверенность МЧД на Пупкина, да? А он подписывает документы от ООО «Ромашка». И вот тут получается как бы тоже, так как, я еще раз говорю, спецоператор это не проверяет. Он просто, он передает как почту. Вот то, что ему дали, то он и передал. Вот. Теперь дальше, соответственно, полномочия также проверяет, да? Потому что полномочия сейчас вот там есть уже на сайте ФНС, там доступен реестр полномочий, там уже третья версия его, да? И он там какой-то бескрайний, там большущий достаточно, вот. И поэтому вот эти надо проверять. Там, потому что вначале вот эта первая версия была вообще никакая, то есть там было 4 или 5 пунктов вот этих вот, по которым там вот эти область полномочий в рамках доверенности. Вот. Вторая версия там была чуть побольше, там уже там и по разнообразнее были полномочия. И сейчас третья версия, ну, там она просто распухла очень сильно, видимо, ну, ФНС работает над этим, над улучшением формата. Вот. И, видимо, они вот со всех площадок там, потому что видно, что они именно собирают основания подписей, которые работают на разных площадках, которые входят в распределенный реестр. Вот. И, видимо, вот они вот оттуда подтягивают постепенно в процессе подключения, видимо, новую площадку подключили, взяли у них и подлили себе в полномочия. В общем, вот это надо отслеживать и смотреть. Вот. Теперь. И самое главное, что я хочу сказать. То есть у нас надо проверять, что доверенность отозвана, не отозвана. То, что я вначале сказал, да. И самое главное, что вот проверка электронной доверенности, она, по сути, должна происходить так же, как вы бы проверяли бумажную доверенность, которую вам человек принес в бумажном виде и показывает. Вы же бумажную доверенность, когда берете, вы читаете, что он имеет право по этой доверенности делать. И, по сути, электронная доверенность – это то же самое, но только в электронном виде. Поэтому эту штуку надо проверять. Но за счет того, что она машиночитаемая, вот тут можно это делать, можно и нужно этот контроль, их можно автоматизировать, эти контроли. И для того, чтобы это мы автоматизировали, можно было автоматизировать спокойно, мы должны в системе создать, свою систему мы должны настроить. Потому что если документ машиночитаемый, доверенность машиночитаемая, все электронные документы, которые подписываются вот этой машиночитаемой доверенностью, они тоже электронные, то есть они тоже машиночитаемые. То есть вы имеете возможность настроить у себя в своей электронной учетной системе, вы имеете возможность настроить, вы прямо можете разбирать там досконально весь полученный электронный документ, весь пакет вот этих документов. И их просто каждую запятую проверить в электронном виде. То есть в электронном виде вы можете проверить. Вам не обязательно глазками это все смотреть. Глазами там просто с ума сойдешь это все проверять. Особенно, когда большой документооборот. Да и даже небольшой документооборот. Все равно с ума сойдешь это все проверять. Поэтому нужно это все дело автоматизировать. Вот. И поэтому что нужно делать? Ну, во-первых, какие самые простые действия, которые в системе можно делать? Во-первых, вы в своей системе можете сделать реестр для каждого контрагента. Вы можете обозначить реестр доверенных лиц, которые имеют право подписывать электронные документы подписью. Да и даже, я вам скажу больше, когда даже вы работаете с бумажными документами, все равно вот такой реестр доверенных лиц иметь очень даже неплохо. Потому что вы этим самым, особенно когда вы являетесь поставщиком и поставляете товары на какие-то большие суммы, для вас это вообще принципиальное значение, чтобы список доверенных лиц вам ваш покупатель обозначил, кто имеет право от его лица получать ваши товары. Потому что сколько угодно судебной практики такой, что там вот эти лица, участники вот этого процесса, они просто-напросто говорят, участники документа оборота, которые получатели товара, они говорят, а мы не знаем, мы товар не получили. А вы им показываете, да нет, вот же, получал, вот, получатель подписал, вы от вашего лица подписал. Он говорит, нет, я этого человека не знаю, я ему доверенность на вот эти операции не выдавал. И вот эти люди выиграют суды, там, то есть вот эти поставщики оказываются без денег. Поэтому вот эти вещи надо, вот такие реестры надо иметь. Вот. И причем вот внутри, вот так как у нас, еще раз говорю, машиночитаемые, да, доверенности, вы вот в этом реестре можете уже эталонные данные по доверенным лицам внести, да, вот. Вот, то есть какие эталонные данные? ФИО, да, правильное написание фамилии, имени, отчество. Его паспортные данные, по крайней мере, номер паспорта, номер, серия номер паспорта, это как бы, ну, условно-персональные данные, но сам номер и серия, они как бы, ну, никакого риска для держателя паспорта не несут, да, то есть, но серия номер, это как бы, мы по ним, по крайней мере, можем идентифицировать человека, что это он, да. Вот. Дальше у нас есть... Дальше что нам нужно сделать? Нам нужно в своей системе сделать... Вот у этого центрального реестра у него есть возможность к ним подключаться по API. Ну, API вы знаете, что такое. Не буду на этом останавливаться. То есть, по API вы можете подключаться в центральный реестр и вы можете сверять через вот эти API, вы вот эти данные, полученные МЧД, вы можете сверять с теми данными, которые про эту МЧД есть в распределенном реестре. То есть, вы, по сути, получил, вы перепроверяете. И это лучше бы вам делать. Да. Лучше бы вам это делать, перепроверять. Потому что, как я сказал раньше, спецоператор, он не несет ответственности. Он просто вам передал, а дальше уже как бы его на этом ответственность заканчивается. Его задача обеспечить транспорт для электронного документа и его фиксацию события, что документ получен от контрагента и передан вам. Да. То есть, вот у него вот эти фиксации, квитанции вот эти у него фиксируются в системе. Вот. А дальше, что вы с этим будете делать? Это уже не является проблемой спецоператора. Вот. Дальше вам нужно, если мы говорим о том, что документ электронный, да, то вы, после того, как вы его полностью как бы электронно разложили и проверили на нужные вот, на нужные параметры, которые для вас важны для проверки, вы можете в системе разработать систему блокировок, которые для вас, ну, например, какая-то чувствительная информация, например, что, ну, чувствительная, чувствительная, ну, да, чувствительная информация, да, то есть, что, например, подписант не тот, да, у вас его в реестре нет. Это чувствительная информация, чувствительная, потому что если вы поставщик, как я раньше говорил, то для вас очень важно, чтобы получил товар вот от лица доверенного, от лица вашего покупателя за товар расписался тот человек, который имеет право его получить, да, и которого уполномочили раньше это делать. Вот, или там другая информация, к примеру, там, может быть, там какие-то неверно указаны другие реквизиты в документах, там могут быть адреса неправильно указаны, то есть вот именно с точки зрения правильности оформления, особенно когда вы являетесь покупателем, то для вас правильность оформления документов играет важную роль, потому что вам по формальному признаку могут оказать в зачете НДС, да, налоговое, что если там будут указаны неверные реквизиты, которые, так сказать, перечислены в обязательных параметрах в налоговом кодексе, да, там есть тоже раздел, там набор данных, которые должны быть в счет фактуре, а, например, электронный УПД со статусом 1, да, это выполняющий роль счета фактуры, вот там вот эта информация должна быть, она как бы на него распространяются требования вот этого налогового кодекса нашего, да, по оформлению и по наличию нужных данных, поэтому вот это дело надо проверять. Теперь дальше я вам просто немножко на скриншотах покажу, как, вот как это можно организовать, то, что я вам сказал, например, реестр доверенных лиц, да, то есть реестр доверенных лиц вы можете просто у себя внутри в системе разработать такой, ну, доработать такой документ. Там и сейчас уже, на самом деле, в Одинесске, например, есть документ доверенность встроенный, но он там, к сожалению, не до конца, ну, не содержит вот тех нужных реквизитов, которые позволяют это дело контролировать уже из коробки, вот, поэтому кастомизацию придется делать вот под этот вот процесс, да. То есть первое, что вот, по крайней мере, то, что я бы предложил, да, во-первых, в доверенности фиксировать, что если, например, ну, даже если генеральный директор будет подписывать от лица вашего контрагента документ, все равно фиксировать, что подписант это генеральный директор, вот, что видите, я здесь пишу, что там надо ставить пометку, что подписант там будет генеральный директор или ИП, вот. Вот, дальше вы фамилию, имя, отчество фиксируете, вот, пишете, кем является контрагент для вас, покупателем или поставщиком, то есть в зависимости от этого у вас будут различаться полномочия, да, вот, в область полномочий, которые надо будет указывать в документах. Вот, дальше вы указываете виды договоров, номера договоров, по которым вы работаете с этим контрагентом, то есть вот это тоже у вас та информация, которая будет проходить в электронных документах, и это тоже вам надо в этих доверенностях указывать. Потому что распространенная ситуация, частая ситуация, что доверенному генеральный директор говорит, говорит своему доверенному лицу, я тебе, я тебе выдаю доверенность, но на работу, вот, например, с конкретным поставщиком по конкретному договору, потому что договоров может быть несколько, вот. И доверенность может быть выдана на конкретный договор, и вот это тоже надо, это дело надо тоже проверять. И, кстати, ну договор, информация о договоре, она тоже передается в электронном документе, да, то есть вот это дело все тоже проверяется. Вот, дальше, что у нас, вот здесь, например, мы, ну в данном случае, например, включен регулятор, что контрагент является покупателем, И вот мы видим, что здесь появляется возможность указать, какие конкретно документы может подписывать конкретное доверенное лицо. Потому что видов документов их много достаточно, по которым может осуществляться документооборот с вашим контрагентом. И там в том числе акты сверок, вот эти универсальные корректировочные документы, универсальные передаточные документы, исправление универсального передаточного документа, исправление для универсального корректировочного документа. Могут быть там доверенности, например, по транспорту, на перевозку, доверенность на перевозку. То есть, когда идет водитель, чтобы для водителя вы получили, который у вас будет получать груз, на него получили, чтобы доверенность в электронном виде через ЭДО. То есть, вот тут можно написать, что доверенность можно подписывать и так далее. То есть, в зависимости от того, что вы будете получать, какие документы, вот тут надо это все делать из той доверенности, которая у вас есть. Ваш контрагент должен уведомить, что, например, какой-нибудь Пупкин Иван Иванович, что он имеет право подписывать, какие документы. Вот вы здесь это все дело фиксируете. Вот область полномочий здесь сейчас, в данный момент мы указываем, вот здесь я привожу в соответствии с 820 стандартом, вот, то есть там это все есть, вот эти теги соответствующие. Но, кстати, но обращаю внимание, что 970 стандарт, который новый, который вот вступает в действие, ну, у него еще там переходный период тоже обозначен, но по нему вот эта история, она будет другая, то есть там вот эти информационные, вот эти набор тегов, которые отвечают за как раз область полномочий и статус подписанта, они как раз-таки там упразднены для того и переделаны вообще полностью, потому что как раз-таки под требования МЧД, да, то есть под они, то есть документы уже, ну, вот в 970 стандарте, там уже прямо очень четко, они прямо приспособлены для работы с машиночитаемой доверенностью, то есть там формат изменяется, он изменяется, ну, я бы сказал так, в некоторых моментах изменяется радикально, там какие-то теги остаются, но там, вот я скажу, вот то, что я анализировал, там, ну, там живого места, по сути, в документе практически нет. Не осталось там, да, вот этих, вот новый стандарт, он прямо перекроил очень сильно. Так, теперь дальше у нас что идет, у нас, вот теперь дальше я здесь показываю на скриншоте, когда мы, когда мы включили регулятор, что является поставщиком, да, вот, и здесь вот добавилась у нас складочка полномочий поставщика. То же самое здесь работает по аналогии с полномочиями покупателя, здесь я просто добавил один документ, но тут набор документов, он тоже тут может быть бесконечный, вот, и области полномочий, соответственно, вы тоже можете определять, вот тут тоже пока что они еще в стандарте 820, но он еще действует, этот стандарт, поэтому это совершенно валидная, валидная картинка. Так, теперь дальше, вот что здесь для того, чтобы вы контролировали вот эти доверенности, которые вам выдают, о которой информация, о которых у вас есть в системе, в вашей системе, вот, эти доверенности, у них все равно же есть срок действия, да, то есть мы пишем вот дата, до которой, срок действия доверенности, да, до которой, до которой действует доверенность. И получается, что надо фиксировать, фиксировать в системе, что, например, доверенность, когда просрочилась, да, то, ну, у нас, как правило, контрагенты, мы с ними работаем долго, Вот, и мы получаем новую доверенность на вот это доверенное лицо, которое здесь указано. И мы для того, чтобы связь установить, мы можем внутри у себя поставить логическую связь, что вот она старая доверенность, да, вот, а вот новая доверенность, вот мы ее видим. То есть мы историю работы с этим даже доверенным лицом можем отследить. Вот, ну, новая доверенность, вот тут, соответственно, а вот в старой доверенности, вот этому, например, в новой доверенности сидим, да, а в старой доверенности вот в этой строчке должна появиться информация о том, что вот новая доверенность выдана, да, то есть тут вот такая получается безусловная связь такая, да, налаживается. Теперь, например, возможна ситуация, что доверенность отозвана, да, и выдана доверенность с новыми полномочиями какими-то, да, такое тоже бывает. Вот тут тоже, соответственно, вот в вкладке дополнительно мы эту историю тоже можем отметить, да, например, что доверенность отозвана, мы ее ставим в галку, и с какой даты отозвана. Более того, смотрите, для того, чтобы все работало хорошо, в системе надо настроить таким образом контроль, что при сохранении новой доверенности она проверяет, что, например, на вот это доверенное лицо вот от этого контрагента, да, с такими номерами доверенности, что, или там, ну, вообще с любыми другими номерами, что на него уже, ну, что нету, что в вашей системе не занесено второе, что нет второй доверенности на вот это доверенное лицо вот от этого контрагента. Ну, чтобы не было никаких коллизий правовых. И то есть, когда вы заносите, а система вам показывает, что вот вам есть доверенность на это лицо, вы должны, во-первых, проверить, что та доверенность, которая у вас раньше зарегистрирована, она отозвана или нет. То есть, если она отозвана, вы, соответственно, делаете отметку, что она отозвана. Ну, отзыв доверенности вы сами знаете, я вам об этом не говорю, вернее, на всякий случай скажу. То есть, информация о том, что доверенность отозвана, она должна быть каким-то официальным письмом к вам прийти от вашего контрагента, что вот на товарища Пупкина доверенность отозвана с такого-то числа. Все. То есть, вот с этого момента для вас, это для вас формальное основание, как бы вы ее, вы фиксируете у себя в системе, и для вас формальное основание отказывать вот этому доверенному лицу, чтобы он мог что-то получить от лица вашего контрагента. То есть, вот эта штука тоже защитит вас от достаточно большого количества юридических проблем. Так, и здесь у нас, вот здесь как раз я показываю, что вот мы включили регулятор МЧД, да, вот здесь у нас появляется возможность, активируется поле, в которое можно вносить ID вот этой доверенности. Вот, ну, мы ее вносим, так как мы, эта информация, которую мы получаем перед тем, как мы начинаем получать какие-то документы с этой МЧД, то логично, что вам вот этот ID доверенности вот на этого доверенного лица пришлет по электронной почте ваш, например, контрагент. Вот этот там, да, ООО цветочек там, да, вот для Пупкина Ивана Ивановича передаст вам, что он будет подписывать, вот его ID-шник доверенности, и вы сюда просто копипасту делаете, чтобы у вас был контроль. Вот, и дальше вы вот в этой МЧД, вам тоже, также вам должны, ваши контрагенты должны уведомить, какие полномочия он будет иметь там, да. Вот вы, соответственно, вот эти вот полномочия вы сюда вписываете. Да, вот здесь вот они, вы выбираете там из списка, и вот эти полномочия, когда к вам поступает документ подписанный, вы, соответственно, просто берете и автоматически сверяете. Он имел право подписать, вот по этой МЧДшке он имел право подписать тот документ, который подписал, или не имел право подписать. И вот, собственно говоря, вот такой вот, ну, примерно вот такая вот структура контроля. Там, на самом деле, можно еще контролировать, можно и нужно контролировать содержимые документы, да, там, например, соответственно, номенклатуры, цен там и прочее. Но это уже внутренние вещи, которые, ну, просто уже индивидуально под каждого настраиваются. Но мы сейчас говорим про МЧД, поэтому я сейчас заострил внимание именно вот на эту историю. Вот, но мы еще готовим там, будет там цикл семинаров, вебинаров вот таких вот по вот этим электронным документам. Я поглубже расскажу там, расскажу и структуру тегов, ну, человеческим языком, скажем так, да, не для айтишников, а для простых бухгалтеров, для простых руководителей, для тех, кто не относится к IT напрямую. Вот, то есть я вот это расскажу и расскажу там поглубже, вот как можно автоматизировать вот эти контроли внутри этих электронных документов. Вот, ну, в принципе, вот у меня на текущий момент все, вот, если есть вопросы какие-то, то я могу на них ответить, вот, то есть вот как-то, вот как-то вот так, да, то есть вот, если есть вопросы, задайте, вот с удовольствием отвечу. Михаил, у нас есть время там, да, вот на, чтобы ответить на вопросы? Да, время пока что есть, тут Вячеслав в чате уже писал, посмотри, пожалуйста. Сейчас посмотрим чатик, посмотрим чатик. Так, Вячеслав. Ну, смотрите, да, Крипто Про, Крипто Про лицензия по поводу лицензии, а, так, подождите, ага, вот, так, лицензия, Вячеслав задает вопрос, да, лицензия на Крипто Про перестала работать на Apple. Тоже нужна, есть аналоги. Ну, смотрите, значит, по Apple, да, действительно, Apple, вот, Apple имеет свои стандарты, вот, и на мой, по моей информации, ну, как проблем нету. Вот у тех, у кого, с кем я работаю по этой технологии, вроде бы нету проблем с Apple, но надо посмотреть. Я не могу вам прямо сказать про Apple четко, потому что я, ну, как бы, вот в эти настройки с Apple не залезал, но я проверю, я уточню, не готов сейчас сказать. Ну, аналогов, аналогов Крипто Про, понимаете, Крипто Про это программа, которую разработали наши, наши, вот эти, наши органы контролирующие, да, вот, и они ее разрабатывали под массовый продукт, который, там, собственно говоря, вот, которым является, вот, стандарт персонал компьютера, да, вот, PC. Вот, поэтому, вот, PC-шные стандарты, да, они, под них это все заточено, и они, собственно говоря, поддерживаться продолжают. Вот, по Apple, ну, да, там, конечно, лицензионная политика по Apple, я не могу сказать, не готов сейчас, это надо уточнять у айтишников, у системщиков. Но, вообще, аналогов у этого Крипто Про нету. В мире есть аналоги этого Крипто Про, но они в России не работают. В России работает Крипто Про, к сожалению. Только Крипто Про. Так, по срокам хранения электронных файлов, пакет документов по работникам, подписанные МЧД, должны храниться 75 лет. Совершенно верно. Совершенно верно. То есть, у нас законодательством, смотрите, законодательством, у нас просто вот эти бумажные документы, которые раньше обязывали хранить 75 лет, да, вот, подписанные работниками вживую, их хранили 75 лет. И, собственно говоря, закон, который 63 ФЗ, да, об электронной подписи, он просто сказал, что теперь мы документы можем принимать, можем подписывать электронной подписью. То есть, там, собственно говоря, ограничений по видам документов нету. Поэтому, если у вас в организации там предусмотрено подписание документов, которые подписывают работники, которые подписывают работники, и вот эти МЧД те же самые там, да, вот. Ну, по МЧД там 75 лет хранить не надо, МЧД достаточно хранить, ну, их железно надо, чтобы они хранились в течение срока действия самой МЧД, и плюс еще срок, в который, вот, при помощи этих МЧД подписывались вот эти документы. То есть, например, ну, там от 5 лет, да, в данный момент у нас идет срок хранения, вот, или там не раньше, чем пройдет налоговая проверка, да, то есть налоговая проверка прошла. Ну, а, в принципе, вот эти документы, их теоретически, как бы, ну, раньше, по крайней мере, с бумажными документами, их просто сразу везли, сжигали, вот, чтобы не было никаких этих там, да, а вот эти электронные документы, ну, там просто кнопкой DEL их не удалишь. А, кстати, хочу сказать, что это вы внутри организации можете освободить себе дисковое пространство вот от этих документов электронных с машиночитаемой доверенностями. Но тут работает правило, что то, что попало в интернет, остается в интернете навсегда. То есть, вы учитывайте, коллеги, вот, кстати, это очень важная вещь, которую не все понимают, к сожалению, сейчас про электронные документы, что вот электронные документы, вернее, бумажные документы, когда мы с ними работали, это был такой между собойчик, да. То есть, мы раз там, типа, звоним контрагенту, говорим, слушай, давай поменяем документы, вот, и мы что делали? Мы получали новый документ бумажный, старый документ рвали или в шрёдер опускали, вот, а теперь это не работает. Мы теперь, мы теперь как бы, как бы подписываем там соглашение об аннулировании, да, аннулируем документы, и они вроде как аннулированы. И они в папочку удаленные у нас переходят там у оператора. Но они в папочке удаленные остаются, понимаете? Они оттуда никуда не деваются, они навсегда остаются. И я вам скажу даже больше, спецоператор, он как бы эти документы удалит через пять лет, условно говоря, их как бы не будет, да, и даже те документы, которые правильные, там, удалит. Но это как бы их не будет. На самом деле они в аналах информационных, они сохранятся, они будут. И их, и когда кому-то что-то будет надо, эти документы достанут и покажут. Вот я вам даже пример, даже тот же самый Apple, приведу пример, вот у них давеча было обновление вот iOS, и там люди, которые обновили там себе, вот это был скандал там везде там известный, да, слышали наверняка, а кто не слышал, расскажу. То есть там получается, что люди обновили iOS, и фотографии, которые они уничтожали там 10 лет назад и больше, у них, они опять появились в фотографиях доступных. А там, и там неприятности возникли у людей, которые, например, ну, там мужчины или женщины, они уже вышли замуж там, поженились, и у них вот эти старые, из старой жизни, из прошлой жизни фотографии, они появились, и как бы у них возникли скандалы в семьях там, да, то есть там не всегда приятные вот вещи. Поэтому вот эти, а про электронные документы, вот как я вам говорил, государство хочет контролировать, и оно это уже контролирует, это все, что попало в интернет, останется навсегда. Поэтому, да, храните документы, но, я говорю, это то, что когда вы их уничтожите, это вы освободите свое дисковое пространство, но вам никто не гарантирует, что будет освобождено дисковое пространство где-нибудь там в ФНС от ваших документов. Так, вопросы тем, кто уже работает по МЧД. Получается, насколько от 1,5 максимум 2,5? Ну, смотрите, по поводу получается, значит, по МЧД, по МЧД сейчас ситуация странная, на самом деле, вот, то, что я со спецоператорами имею контакты, и то, что мне объясняют спецоператоры. Значит, как это происходит? Они говорят, все спецоператоры говорят, вы можете нам в нашу систему передавать документы уже с этой, с МЧД, вот, и передаете даже, и даже по 970 стандарту, поэтому, да, который новый. Вот, ну, по МЧД, кстати, не, по МЧД, разделим, да, муха отдельно, котлеты отдельно, значит, по поводу МЧД, по поводу МЧД документы ходят, вот, МЧД приходит, вот, обмен документами работает, МЧДшки доступны, вот, они открываются, читаются, все нормально, то есть, они и в пакетах приходят, вот, где-то, кто-то из спецоператоров присылает не в пакете, но присылает это, как, сейчас скажу, как они присылают, они присылают это, как МЧД ID в доп. полях, например, да, в документе, вот, и по МЧД ID мы можем там его идентифицировать, вот, поэтому от одного до пяти, если работа с МЧД получается, это пятерка, она работает, вот, другой вопрос, например, 970 формат, вот, где уже, то, что я сказал, новый формат вот этих документов, он, он как бы официально уже его сказали, что применять налоговый, говорит, применяйте там, да, но спецоператоры, они, они еще не готовы к этому до конца технически, они говорят, если вы нам передадите, по этому формату, по-новому, то, пожалуйста, мы примем, вот, ну, потому что они не имеют права не принять, да, потому что они же почтовики, вот, и они его даже, более того, они его передадут, но проблема какая, вот, то, что я вижу, и то, что они мне объясняют, если у вас, например, роуминг, да, роуминг, это когда у вас один спецоператор, а у вашего контрагента другой, через роуминг, говорит, мы не факт, что сможем передать вот эти 970 форматы, да, то есть, вот, получается, внутри, как бы, спецоператора мы их примем и передадим, а вот, как бы, во внешний мир, то есть, там, через роуминг, уже не факт, что они пойдут, и, даже, но у них еще больше ситуации, к примеру, по диадоку совершенно точная у меня информация, что диадок говорит, вы, вы нам передавать, если своей учетной системой вы сформируете, XML передайте, но в нашем, например, на портале, если вы через портал попытаетесь создать вот этот документ в новом формате, вы его сейчас не создадите, у нас этого пока не работает функция, пока, да, то есть, они работают над этим, но пока она у них не работает, недоступна, то есть, создать через портал спецоператора, это не получится, но при этом, если вы Excel сами сформируете, они его примут у вас, то есть, это, как бы, не проблема. Так, так, теперь дата доверенности, норм, реквизит действует, конечно, у любой доверенности у нее, у нас на доверенность распространяется действие гражданского кодекса, в гражданском кодексе там есть такой прям раздел доверенности, вот, и там четко написано, что должно быть в доверенности при совершении, и вот этот реквизит действует до, он обязателен, тут смотрите, какая по МЧД какая есть штука, фишка интересная там, да, я уже с этим сталкиваюсь, ну, пока технического решения я не видел, но то, что я вижу, что организации там нету по закону, там по вот этим, по приказам и по закону по нашему, по 63 ФЗ, по ним нету ограничений срока действия МЧД, то есть, там, пожалуйста, выдавайте на 100 лет, но там есть засада какая, что сертификаты электронной подписи, которыми вы подписываете эти доверенности, они-то действуют один год, и получается, выдавать доверенность-то можно на 100 лет, но вопрос у меня, например, там, да, ну, хорошо, вы выдали доверенность действию на 100 лет, а сертификат-то, которым вы подписали, он-то всего один год действует, да, на момент совершения доверенности этот сертификат действовал, но тут, ну, тут мне не совсем понятно, там, да, как это, вот, как это юридически работает, это надо, пока еще, как бы, практики такой нету, вот, не сталкивались там, да, потому что только начало работы, вот, но такие ситуации я уже видел, что доверенность выдана, там, на 5 лет, но при этом сертификатик действует годик один, да, и вот называется, и как, и вот, ну, пока действуют сертификаты, действует доверенность, а как дальше, непонятно, вот, ну, вот, как раз вот то, что вы и пишете, что если документ передан в архив, а срок действия, да, вот в данный момент, как бы, законодательных ограничений нету, да, то есть в законе не написано, что этого делать нельзя, вот так подписывать годовалым сертификатом, подписывать 75-летние документы, вот, то есть пока вот эта ситуация никак не регулируется, то есть тут какая еще, тут на чем мы завязаны, что как раз вот то, о чем мы говорили, тут CryptoPro, вот этот наш преснопамятный, да, у него, вот, срок действия лицензий, которые, вот, там лицензии вот этого CryptoPro нас держат, ограничивают, они, они выдают лицензию на год, и получается, что вот лицензионная политика держателя вот этого продукта CryptoPro, вот она нас и ограничивает в данный момент, то есть как только ФСБ, например, ну, ФСБ автор этого всего, вот, как только ФСБ переработает вот эту свою лицензионную политику, и скажут, что теперь можно, что теперь можно пользоваться 75 лет, один раз получив, да, то тогда мы будем этим пользоваться вот так вот, без всяких угрызений совести, без зазрений совести, а в данный момент, вот, в данный момент оно работает, вот, что на год выдается, ну, и там, понятное дело, что там сам сертификат, по-моему, там стоит, я не помню, там, текущих цен там, ну, по-моему, там что-то, вот сама лицензия CryptoPro, по-моему, там полторы, две тысячи рублей стоит там на год, вот, ну, и там, представляете, сколько подписантов, да, вот это, столько лицензий, соответственно, ну, если вы один раз заплатите за лицензию, там, грубо говоря, там полторы-две тысячи рублей и получите на 75 лет, или вы будете каждый год получать лицензию и платить за нее полторы-две тысячи рублей, вот, держателю, вендору, вендору выгодно это или не выгодно, вот, ну, сами ответьте на этот вопрос, да, ну, наверное, вендору это не выгодно, вот, чтобы вы получали на 75 лет, поэтому, ну, либо вендор и придумает какое-то другое, там, наш ФСБ придумает, что, типа, если вы на 75 лет, умножайте срок действия, вот эту цену лицензии, умножайте на срок действия лет, и, типа, вот, платите нам за много лет вперед. Ну, может быть, они таким путем пойдут, вот, как на самом деле будет, я не знаю, вот, ну, жизнь покажет, посмотрим, да, вот, соберем еще один вебинар, если что-то изменится по этому поводу. Вот, а так, вот, кому интересна тема, вот, отслеживайте дайджесты, мы будем, про электронный документ оборот я еще, я еще готовлю, там, по поводу, вот, именно по тегам, вот, особенно в свете вот этого нового 970 формата, там, там есть нюансы появляются, и по ним надо поговорить, вот, и по поводу ЭЦП отдельно можно, отдельно семинар будем делать, вебинар, вот, так что отслеживайте дайджесты, приходите, вот, с удовольствием пообщаемся, ну, и, понятное дело, там, ну, вебинары вебинарами, а у нас 1 сентября приближается, поэтому, ну, тоже имейте в виду, что и есть возможность для вас автоматизировать ваши системы, которые у вас есть, да, вот, то, что я вам рассказывал, вот, ну, я вам рассказывал только применительно части МЧД, вот, но там опций много достаточно по доработкам, как говорится, обращайтесь, и все вам сделаем, все настроим, будет все работать, будете, будете получать, будете кайфовать, да. А так, вообще, как заключение скажу так, что, как показывает практика работы с электронными документами, да, и вообще с этой электронизацией, на самом деле, вот, то, что я, мои, моя информация по этой работе, у людей, кто с ним работает, они все говорят в один голос, что вот эта информатизация и вот это введение электронного документа оборота, это не равняется уменьшение, уменьшение трудозатрат на вот это дело все, да, трудозатрат, трудозатрат добавилось, да, то есть там трудоемкость обработки документов добавилась и риски, о которых я сказал, добавились, то есть там сейчас наша наша, наша вся подноготная, да, вот как мы документы отзывали, как мы их там, что в них меняли, вот, эта вся подноготная, она видна теперь уже всему миру, вот, поэтому это надо брать в расчет тоже при своих действиях в электронном документе обороте, с электронным документом оборотом. Вот на этом, коллеги, у меня все, если вопросов больше нет, вот, то, наверное, что мы, наверное, на этом есть, есть смысл закончить, да, Михаил, как, как у нас есть там еще какие-то дополнительные вопросы, я что-то вот не вижу здесь в чате. Вопросов больше нет, я думаю, можно заканчивать. Коллеги, всем спасибо. Ну, тогда, тогда, да, всем спасибо, вот, как я сказал, следите за дайджестами, мы будем, мы будем, мы будем продолжать.